привет дорогие друзья вы на канале фартовый коллекционер спасибо большое что смотрите ставите лайки и поддерживайте мой канал в этом выпуске будет интервью со мной небольшой фрагмент подкаста послушай виолити основная часть подкаста будет на канале виолити ссылка будет в описании обязательно перейдите послушайте если вам интересна тема как заработать на монетах а какие бывают редкие монеты вообще как немножко о моем канале а в этом выпуске еще в конце я разыграю вот эти замечательные подарки это футболки прямо сам итог конкурса вы узнаете кто победитель потому что те кто оставлял комментарии в предыдущих видео знают и они как раз участвуют в этом конкурсе то что давайте переходить к интервью и буду вам демонстрировать в в этом формате не только подкаст аудио а еще какую-то нарезку из редких монет украины так что есть на что посмотреть ну что поехали 3 2 1 меня зовут денис минин а это послушай виолити поехали фартовый коллекционер алексей говорю вам тебе как удобно на вы на ты можно на ты давай на ты говорю тебе добрый вечер всем привет друзья всем приветствую тебя в подкасте послушай виолити но мизматика тема которую любят на виолити тема о которой хочется говорить больше и давай начнем наверное самого простого но то что интересует что ценного может найти у себя в кармане каждый наш слушатель ну слушай очень здорово что ты прям расходы и к теме действительно коллекционирование и нумизматика это вот самый такой тренд самый топ и монеты занимают думаю первую ступень на сайте виолити по продажам по интересу и их очень много очень много направлений очень много монет которые собирают с какой конкретно темы вот какие монеты украинские зарубежные давай говорить о монетах украины отлично да на самом деле у меня есть и другие но не такая большая коллекция как нашего украинских монет и это мое хобби действительно это то чем я занимался с детства эти монеты я собирал в самом самом детстве разные которые находил на огороде и так далее но украинские монеты начал собирать и потом только образовался канал потому что мне было в кайф их смотреть показывать друзьям и как раз образовался этот канал нас слушает человек который интересуется монетами или только тот который например хотел бы начать интересоваться монетами что он может ценного найти у себя в кармане большинство монет украины они находились в обращении редких потому что у нас очень интересная история с появлением монет они чеканились у нас не в киеве а в луганске на луганском станкостроительном заводе и у нас была реформа денежные монеты появились девяносто втором году они там разработались но потом реформы не провели потому что очень большая была инфляция и нужно было погасить эту инфляцию купонами купонокарбованцы у нас ходили и только в девяносто шестом году у нас произошла денежная реформа и монеты с нам с годом номиналом девяносто второго года вышли только в девяносто шестом наверняка вы все видели эти пятьдесят копеек которые у нас фактически можно получить на сдачу и и некоторые разновидности которые появлялись которые тестировали пробовали в украине чеканились они действительно отличаются и огромный спектр монет украины каких-то необычных пробных с браками появился и именно это породило такое направление как коллекционирование монет украины самые самые первые монеты девяносто второй девяносто пятый девяносто шестой они очень интересны и самые дорогие это гривны гривны которые вот этих годов девяносто второй девяносто пятый девяносто шестой тиражи были очень маленькие эти монеты могут считаться даже пробными и на виолете такие монеты набирают десятки тысяч гривен на продажах. Это очень интересно. А вот монету ты нашел, что делать дальше? Кому ее показывать? Как ее правильно оценить? Значит, когда попадается каким-то образом монета, вы купили где-то или нашли на сдачу, конечно, нужно понять подлинность, потому что некоторые монеты настолько раскручены, настолько стоят дорого, что уже в Китае начали делать подделки под гривну 92-го года, 95-го, 96-го. Да, китайцы поняли, что есть запрос, люди хотят, и если человек вообще только слышал, что вот ценен год монетки, и потом ему кто-то говорит, вот купи у меня вот там за 100 долларов я тебе отдам монету 92-го года, гривну, которая стоит уже не 100 долларов, а, например, 500 долларов, да, и он думает, возьму, а по факту она поддельная. И нужно просто визуально хотя бы посмотреть на сайте Виольте вбить название гривны, такая-то гривна, такой-то год, и посмотреть визуально как выглядят оригиналы. И именно туда можно выставлять, продавать, то есть я это делал, выставлял, у меня подписчики присылают монеты, которые они находили, я у них приобретал лично, и действительно в копилках старых находились монеты, которые просто тестировали оборудование в Луганске, просто чтобы посмотреть, как оно вообще будет, и каким-то образом эти монеты попадали в оборот. Просто выносились, я не знаю, платилось за что-то, покупалось в то время. То есть продать можно выставляя на специализированной площадке. Конечно, если придете просто в магазин, дадите вашу гривну 92-го года, никто не оценит, скажет, окей, спасибо, и ничего вы толком-то и не купите. Стоит человеку, который решил зарабатывать, вот прям зарабатывать на монетах, с кем-то кооперироваться, писать тем, кто имеет знания, авторитет, или же это можно сделать вот на бум, почитав в Гугле, посмотрев в Ютубе, как это происходит, как это было у тебя. Ага, да, как зарабатывать? На самом деле это очень интересная тема. Зарабатывать на монетах есть много разных направлений. От просто обычного перебора, когда ты смотришь копилки, выбираешь какие-то редкие монетки, их выставляешь, продаешь. Можно покупать уже монеты, которые выставлены на Violet, которые уже набрали определенную свою стоимость, но они в перспективе будут интересны коллекционерам, и можно их брать, и потом перепродавать через 2-3 года. Такой вариант еще бывает, когда человек покупает монеты про запас, и потом через время они раскручиваются, люди на них узнают, они уходят из обращения. На самом деле я по теме заработка на монетах, у меня есть отдельный канал, я его назвал Монетомания, кроме фвартовых коллекционер, где про коллекционирование, нумизматику, про картины, есть Монетомания, там только про монеты и про заработок на монетах. И там я рассказываю, как именно, какие монеты нужно продавать, как их почистить, как их, может быть, пока отложить, есть определенная сезонность монет, когда, например, летом люди отдыхают на море, путешествуют, занимаются огородом, дачей, и мне до коллекционирования и рынок немножко проседает, и невыгодно продавать летом. Но когда зимой, холодина на улице, ты сидишь холодным зимним вечером, думаешь, открой-ка я сейчас коллекцию, посмотрю, что у меня там есть, а вот у меня монеты в серебре, а вот у меня украинские монеты, а вот у меня пробные монеты. И зимой интерес к монетам, он растет, и сама цена на монеты, то есть легче продать что-то именно зимой. Если вы хотите заработать на монете, подождите, не спешите выставлять. Конечно, еще экономическая ситуация очень важна в стране, потому что, когда у нас там чем-то пугают кризисом, у нас локдаун, у нас проблемы, у людей финансовые, какие-то финансовые проблемы, рынок падает, и какие-то супер-классные монеты могут быть гораздо дешевле. Когда в стране все хорошо, нумизматика развивается, у людей есть деньги, все набирает, набирает, набирает обороты. То есть с точки зрения сейчас там можно, например, покупать что-то дешевле, потому что там локдаун, бизнес закрылся, нужны деньги, человек там продает, как раз продает свою коллекцию. Оп, сейчас можно закупить монеты. Если у вас есть определенные деньги, вы понимаете, что вы готовы инвестировать, и вам это интересно, потому что все-таки я еще получаю удовольствие от этих монет. То есть не просто так купил материал какой-то, знаете, который не радует, и думаешь, ага, хорошо, заработаю на нем через год. Нет, для меня это больше через хобби и в кайф, и даже если какую-то монету я потом передумаю продавать, я могу оставить ее себе в коллекции. Но тут важно разделять. Это бизнес больше или это хобби? То есть тут у меня... Что это для тебя, бизнес или хобби больше? Для меня это, наверное, все-таки больше хобби. То есть мне нравится метить монеты, смотреть, показывать друзьям, когда вот смотрите, вот монета за тысячу долларов, ребята, вы такое не видели. Мне, конечно, мои друзья, которые не коллекционеры, они говорят, ты с ума сошел, как можно заплатить за одну гривну? Это лучший комплимент, который можно услышать, когда занимаешься каким-то делом. И люди горят. Знаешь, вот люди, когда общаешься с такими же коллекционерами, которые за какую-то копеечку готовы там 100 долларов, 200 долларов за пробную монету там десятки тысяч гривен отдавать, то есть когда 40 тысяч гривен там монета пробная стоит. И я знаю таких людей, и я когда с ними встречаюсь, они мне показывают эту коллекцию, открывают, говорят, мы там не для съемки, не для чего, а вот лично для тебя я покажу, и ты видишь, что человек, он как-то радуется в душе. И это, на самом деле, многие психологи говорят, что коллекционирование и продлевает жизнь, и улучшает настроение, у человека есть какое-то хобби. То есть вот, и как раз монеты, вот видите, эту задачу закрывают для многих коллекционеров. О какой монете ты вот мог бы говорить, знаешь, как о любимой красивой девушке? Очень интересно. Ну, я думаю, можно и такое сравнение взять. Ну, конечно, девушки мне нравятся больше, чем монеты. Хотя, не всем девушкам нравятся мои монеты, особенно, когда я на них трачу деньги. Ты знаешь, чем мы уделяем, каким монетам ты уделяешь внимание, узнаешь историю, те больше тебя еще затягивают, интересуются. У меня бывает такое, что куплю какую-то монету, например, не украинскую, а античную, и думаешь, а что это? Начинаешь читать, интересоваться, ага, это а то монета, она в такой-то период была, и для тебя начинает по-другому. Когда начинаешь заниматься украинскими монетами, я читал книгу про производство монет, как это все рождалось, какие были пробы, когда у нас хотели запустить 3 копейки, хотели запустить 20 копеек, 15 копеек, как это все рождалось, и ты начинаешь искать людей, кто там работал на этом заводе, звонишь им, спрашиваешь в Луганск, а как же было? Они говорят, да, действительно, 3 копейки в Украине планировались, были заготовки. Ну, не допустили, потому что очень сильно большой монетный ряд, то есть нельзя было 1, 2, 3, 20, 15, там дальше, вот слишком много монет, нужно определенное количество, там до 7 монет, оптимальный монетный ряд. И поэтому законом некоторые монеты просто, скажем так, обнулили, и даже при том, что разработался дизайн, для 3 копейки разработался дизайн, я впервые на своем канале показал в ролике эксклюзивные чертежи дизайна 3 копеек Украины. Кстати, китайцы их тоже подделали через время, потому что действительно люди начали интересоваться, как так, и эти официальные чертежи с Луганска, вот у меня были, были презентованы, и потом 15 копеек я показал, а под 15 копеек было вырублено очень много заготовок, уже реально их штамповали, уже думали, что все, будет этот номинал, но потом сказали Верховная Рада, нет, мы его убираем, и количество этих монет, оно меряется, ну, там, там, 300 штук, например, там, там, 300 штук, 10 штук в разных металлах, и всего такая монетка, например, 15 копеек, вот я знаю, на Виолите вышел ролик, как раз 15 копеек там показывали из недавних, вот, они ценятся, они могут стоить больше 15 тысяч гривен, то есть, и больше, в зависимости от состояния, до 1000 долларов, эта монета сейчас набирала на аукционе. Так, друзья, для участия в этом конкурсе необходимо было оставить комментарий в крайнем видео про педальную машинку СССР, быть подписанным на канал Фортовый коллекционер и на канал Виолити, друзья, очень простые условия, мы сейчас это все будем проверять, и всего 100 комментариев, друзья, это очень, очень мало участников, так что шанс есть у всех, кто написал комментарий, и вот такие замечательные подарки я подарил, которые вот я в этом выпуске, кстати, и показывал, это сумка от Виолити, это брелок, брелок на ключи, это тряпочка, футболка большого размера L, так что сейчас, я думаю, мы определим победителя, для этого мы берем поделиться, копировать новую ссылку, вставляем, заново проанализировал 105 комментариев, ну что ж, друзья, все выбрано, авторы, проверка подписки, погнали! моментально буквально у нас происходит происходит выбор, но не видно подписки, к сожалению, нет, этот победитель не получает подарок от меня и от Виолити, давайте, следующий участник, друзья, проверяйте, чтобы вы были подписаны на меня, на Виолити, и у вас открыты были подписки, давайте, я думаю, второй победитель точно должен, наверное, найтись, нет, нет, поздравлять победителей, но сам скрыт список подписок, к сожалению, давайте следующий, третий, фартовый, список подписок, скрыт, вот у человека есть педальная машинка, ну, я ей поздравляю, к сожалению, вы не победили в этом конкурсе, давайте следующего участника, прямо, ну как так, есть, здравия желаю, знакомый, никнейм, принимает участие, написанное на английском языке, давайте проверим, подписан ли данный участник на канал Виолити, это очень-очень важно, и мы видим, что подписан на канал фартовый коллекционер, на все наши дружественные каналы, нумизматикс, лавка удовольствий, мы видим их другие каналы, и Мэджик Мани, вторые каналы, поздравляем тебя, не знаю, как тебя зовут, но вот такой никнейм, здравия желаю, видим, что здесь есть канал Виолити, про коллекционирование, друзья, обязательно подпишитесь на канал Виолити, потому что такие конкурсы я буду проводить и дальше у нас определился победитель, спасибо, друзья, всем, кто присоединился, очень было реально выиграть прямо в этом конкурсе с огромным количеством подарков, спасибо всем, кто был на эфире, всем удачи, фарта, здоровья, и пока!